40 лет назад на станции Беркакит было уложено золотое звено. В честь этого знаменательного события в Нерюнгринском районе прошел торжественный митинг. Это событие стало знаменательным в истории легендарного строительства железной дороги на территории республики. В стране понимали, чтобы получить экономический эффект от ее строительства, нужно достичь Южной Якутии. На юбилее прибытия первого поезда побывали наши коллеги. 40 лет назад было уложено последнее золотое звено и первые пассажиры, а это около 100 человек из комсомольского отряда строителей БАМа, прибыли на станцию Беркакит, тем самым дав старт к освоению несметным богатством Южной Якутии. Помимо строительства самой железной дороги требовалось обустроить угольный разрез с выдачей 13 миллионов тонн угля в год, возвести обогатительную фабрику на 9 миллион тонн коксующегося угля, Юрингринскую ГРЭС, построить новый город на 100 тысяч жителей с необходимым набором объектов социального и бытового назначения. За эти 40 лет построен Южно-Якутий территориальное производство комплекса, построен город Нирингрин, построен поселок Беркакит, Серебряный порт, Золотинка. Вы знаете, за это время Южно-Якутий территориальное производство комплекса, наша Якутия, наша Якутия стала значительно богаче. На митинге прозвучали слова благодарности в адрес ветеранов-железнодорожников. Строители Малого Бама, а именно так называли ветку Тында-Беркакит, поделились воспоминаниями. Условия для пионеров строителей Бама в 1975 году были тяжелые. Был создан отряд монтеров железнодорожного пути «Якутский комсомолец», который 29 октября 1977 года досрочно вел в строй северную ветку Бама. С приходом рейсов, которые мы уложили, это заслуга не только нашего отряда или как, это заслуга всех Бамов, это взрывников, механизаторов, бастовиков. В день прибытия первого поезда был открыт монумент первостроителям, которому ветераны и учащиеся школы возложили гирлянду. Спустя 40 лет Малый Бам развивается и идет в ногу со временем. Мы продолжаем строительство Бама. Как уже здесь многие сказали, даешь Бам, Бам развивается. По окончанию митинга все присутствующие отправились в местный Дом культуры, где состоялось награждение ветеранов и праздничный концерт. Сергей Козюра, Тамара Игнатьева, НВК Саха, Неренли.